Одним из самых важных факторов в любой видеоигре является то, где вы собственно будете играть. И надо дать должное мапперам из Valve и сообщества TF2. В создании красивых и детализированных карт они справляются просто на отлично. Создание карт для TF2 является очень популярным занятием в сообществе, а поэтому за 16 лет их было сделано просто несчетное количество, в самых разных стилистиках и для самых разных режимов. Поэтому, если вы тоже хотели попытать себя в этом деле и узнать как создавать свои карты для TF2, то вы попали на нужное видео. Сегодня я хочу разобрать все основы работы с картами на движке Source. Например, вот такой простой, но функциональный карты. Так что давайте скорее начинать. Всем привет и приятного просмотра. Для начала давайте определимся с программами. Для создания карт во всех Source играх используется такая программа как Valve Hammer Editor, или же просто Hammer. Она уже по умолчанию встроена в файлы игры по пути Steam, Steam Apps, Common, Team Fortress 2, BIN. Здесь вы можете найти полностью готовые к работе Hammer. Также существует его неофициальная версия под названием Hammer++. Это по сути тот же самый Hammer, но со множеством полезных фишек и улучшений. Эти версии никак не включаются в интерфейсе или в горячих клавишах, а поэтому все, что я буду объяснять и показывать в этом видео, будет работать одинаково, вне зависимости от того, что вы используете. И также я настоятельно рекомендую установить ресурс пак от Bujum Snark, который вы можете найти на сайте tf2maps.net. Он добавляет в Hammer кое-какие косметические изменения, а также добавляет в библиотеки пропов и библиотеку игровых режимов, которые очень вам понадобятся, если вы только начинаете создавать свои карты, и в этом видео я также буду их использовать. Когда мы определились с программой, давайте немного разберемся в ее интерфейсе. Открываем Hammer, создаем новый файл, и перед нами предстает интерфейс Hammer Editor, который как по мне довольно простой и понятный. В центре располагаются 4 вида на нашу карту. Сверху, сбоку, спереди и 3D предпросмотр. Этим окнам можно легко менять размер и переназначать на ваше усмотрение. Отдаление и приближение осуществляются при помощи колесика мыши, а перемещение при помощи зажатия пробела плюс LKM. Слева находятся все основные инструменты, которыми вы регулярно будете пользоваться. Справа находится множество дополнительных окон, но поверьте, действительно пригодятся вам только два. Это окно выбрать текстур и окно визгрупп. Также сверху располагается еще одна панель инструментов, но они по большей части просто заменяют горячие клавиши. Теперь, когда мы немного разобрались в программе, давайте наконец приступим к созданию нашей карты. Все карты в играх на движке Source строятся из двух составляющих, это браши и энтити. Из браши строится вся основная геометрия карты, а именно пол, стены, крыши и прочие пристройки. Энтити или же сущности представляют из себя специальные объекты, которые выполняют различные функции, например освещение, точки возрождения, аптечки, патроны, пропы и многое-многое другое. Все это энтити, более подробно о них я расскажу немного позже. Создание карты всегда начинается с построения ее основных форм из брашей. На этом этапе уже обозначаются все помещения, проходы, укрытия и прочие детали карты, но сперва давайте начнем с обычной незамысловатой комнаты. Для того, чтобы создать браш, выберите инструмент Block Tool, задайте ему нужную форму через виды сбоку и сверху и нажмите Enter. Все браши можно в любой момент перемещать, изменять им размер, поворачивать и сгибать при помощи инструмента Selection Tool. Для переключения между режимами просто кликаем по брашу еще раз. Контуры браша и все объекты в целом всегда привязываются к сетке, на видах сбоку и сверху. Если вы хотите изменить масштаб этой сетки, то нажимайте на квадратные скобки. Для того, чтобы создать копию браша, выделите его и переместите, зажав клавишу Shift. Также вы можете выделить несколько брашей одновременно, зажав клавишу Ctrl. Чтобы перемещаться в окне 3D предпросмотра, нажмите в нем клавишу Z и перемещайтесь при помощи WASD и мышки. А нажав клавишу X в этом окне, вы можете редактировать и перемещать объекты, как в остальных окнах. Также брашу можно в любой момент поменять текстуру. Для этого в этом окне нажимаем Browse, выбираем нужную нам текстуру, затем выделяем браш и нажимаем на инструмент Apply Current Texture. На начальных этапах я советую использовать на карте специальные текстуры разработчика, а уже потом заменять их на полноценные игровые. Если же вы хотите наложить на один браш несколько текстур, то выберите инструмент Toggle Texture Application, выделите нужные стороны, в этом окне выберите текстуру и нажмите Apply. Таким образом текстура наложится только на выбранные вами стороны браша. Теперь у нас есть вот такая небольшая комната, но для того, чтобы мы могли протестировать ее в игре, нам нужно создать точку возрождения. Она представляет из себя специальную эндити Info Player Team Spawn. Для того, чтобы добавить ее на нашу карту, выбираем инструмент Entity Tool и ставим эндити на карту. Далее дважды кликаем по ней и открываем окно настроек эндити. В разделе класса выбираем Info Player Team Spawn и нажимаем применить. В Хаммере существует огромное количество разных типов эндити, и для каждого из этих типов есть свои настройки. Все эндити мы также можем двигать и поворачивать при помощи Selection Tool, но им нельзя менять их размер. Теперь мы можем нажать File, Run Map, оставить все по умолчанию и нажать ОК, чтобы запустить компиляцию карты. Компиляция это процесс преобразования файла .vmf, с которым мы работаем в Хаммере File.bsp, который уже используется в самой игре. По окончании этого процесса у вас автоматически запустится ТФ2, где вы уже можете рассмотреть вашу карту с точки зрения игрока. Как вы можете заметить, сейчас на нашей карте нет неба, освещения, да и в целом это просто пустая коробка, так что давайте это скорее исправлять. Сначала добавим на карту небольшую постройку, в которой в будущем будет располагаться респавн. Очень частой ошибкой новичков являются слишком тонкие или толстые стены. Идеальная толщина стен на карте считается от 16 до 32 юнитов, в зависимости от того, из какого материала эта стена. Также помню, что максимальной высотой ступенек в лестнице является 16 юнитов, а высотой для второго этажа около 184 юнитов. В построении карты вам также могут помочь инструменты Clipping Tool и Vertex Tool. При помощи Clipping Tool можно легко разрезать браш на несколько частей. Просто выделяем нужный браш, выбираем инструмент и переводим линию, по которой хотим его разрезать. Красным цветом обозначается сегмент, который удалится после нажатия Enter. Если вы хотите поменять их местами или вовсе не удалять ничего, то еще раз нажмите на кнопку инструмента. Clipping Tool очень полезен для создания дверных проемов или окон. Просто разрезаем браш стены в нужных местах и поднимаем центральный сегмент. Идеальным размером для двери, кстати, является 128 на 192 юнита. Инструмент Vertex Tool в свою очередь позволяет редактировать саму форму браша. Достаточно просто выделить браш, выбрать инструмент и переместить нужные вам точки. Этот инструмент может пригодиться вам для создания крыш или более сложных форм браша. Теперь давайте добавим на нашу карту небо или же Skybox. Сделать это можно при помощи браша со специальной текстурой Tools Skybox. Им нужно покрыть все открытые участки карты, не оставляя никаких дыр или зазоров. Иначе компилятор выдаст ошибку. Очень не рекомендуется делать Skybox в виде одной огромной коробки, которая будет охватывать сразу всю карту. Это может вызвать серьезные проблемы с оптимизацией. На этом этапе наша карта выглядит немного лучше, но на ней все еще нет никакого освещения. За освещение на карте отвечают три типа эндити. Это Light, Light Spot и Light Environment. Light представляет из себя источник света, который распространяется во всех направлениях в виде сферы. В параметрах ему можно поменять лишь цвет и яркость. Эти источники света можно использовать только для добавления света из открытой лампочки. Практически во всех остальных случаях лучше использовать источники типа Light Spot. Они уже представляют из себя направленные источники света, которым помимо яркости и цвета можно менять внутренний и внешний угол, а также задавать направление, поворачивая саму эндити. Такие источники используются в 90% случаев, для создания света от прожекторов и других ламп. Light Environment в свою очередь отвечает за глобальный свет на карте. Проще говоря, это свет, который излучает солнце. Вы наверное замечали, что на некоторых картах в Тео 2 время дня, а соответственно и освещение и вид неба значительно отличаются. Это потому что в Тео 2 существует множество разных текстур для скайбокса, и для каждого из этих скайбоксов есть свои идеальные параметры для Light Environment. Список всех скайбоксов с параметрами вы можете найти на официальной вики для разработчиков от Valve. Для того, чтобы добавить нужный вам скайбокс на карту, нужно перейти в Map, Map Properties и в этом пункте указать имя нужного скайбокса. Затем в параметрах Entity Light Environment просто копируем значение из вики в соответствующие пункты. Ещё раз компилируем карту, и теперь на ней есть красивое небо и освещение. А значит далее мы можем приступить к добавлению декораций и игровой логики в нашу карту. На всех картах в игре есть огромное количество моделей, выступающих в качестве декораций. Такие модели называются пропами, и как я уже говорил, они представляют из себя ещё один вид Entity, PropStatic или PropDynamic. Я думаю не надо объяснять, чем они отличаются. Для того, чтобы добавить проп на карту, добавляем нужную Entity, затем переходим в параметры, пункт World Model и нажимаем Browse. У нас открывается окно выбора 3D модели, оно должно быть вам знакомо, если вы раньше работали в SFM. В нём мы выбираем нужную нам модель, нажимаем ОК и затем Применить. Но пропы на карту можно добавить и другим способом. Использовать специальные библиотеки, которые мы скачали вместе с ресурспаком в начале видео. По сути это просто 3 большие карты, на которых расставлены почти все пропы из игры. Мы можем просто выделить нужные нам пропы, нажать Ctrl-C, далее перейти в нашу карту и нажать Ctrl-V. Тем самым мы добавили сразу несколько пропов за раз. Кроме модели, в параметрах пропа есть ещё несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание. Это Collisions и Disabled Shadows. Collisions отвечает за коллизию пропа, то есть возможно ли пройти сквозь него или нет. А Disabled Shadows за то, будет ли проп отбрасывать тень. И также стоит упомянуть про такую штуку как Displacements. Благодаря этой функции вы можете придать одной или нескольким сторонам браша определённый рельеф. И этот инструмент в основном используется для создания скал и различных холмов. Для этого выбираем инструмент Toggle Texture Application, выделяем нужные стороны браши и переходим во вкладку Displacements. Здесь нажимаем Create, выбираем на сколько сегмента будет разделяться сторона и нажимаем ОК. Теперь мы можем нажать Paint Geometry и придать этой стороне нужный нам рельеф. Теперь давайте добавим на нашу карту работающие двери. Для того чтобы это сделать, нам понадобятся две специальные Brush Entity, Trigger Multiple и Funk Door. Brush Entity, как вы наверное могли догадаться, это обычные браши, которые могут выполнять функции Entity. Чтобы превратить обычный браш в браш Entity, выделяем его и нажимаем сочетание Ctrl-T, или же нажимаем кнопку To Entity в этом окне. Создаём один браш, который будет выполнять функцию двери, назначаем ему тип Funk Door и обязательно даём какое-нибудь имя. Как я уже говорил, идеальным размером для двери является 192 на 128 юнитов. Далее создаём Brush Trigger Multiple. Он будет обозначать зону, в которую игрок должен войти для того, чтобы дверь открылась. Также даём ему имя и накладываем специальную текстуру Tools Trigger. Сейчас давайте немного разберёмся в системе Input и Output. При помощи этой системы можно сделать так, чтобы при выполнении определённого условия совершалось некоторое действие. В случае с дверьми нам нужно, чтобы когда игрок касался браша триггера, дверь открывалась. Для того, чтобы это сделать, переходим в раздел Outputs в окне параметров триггера и нажимаем Добавить. Далее в пункте My Output Named выбираем On Start Touch All, в Target Entities указываем имя двери, который принадлежит этот триггер, и в пункте Via This Input выбираем Open. И таким же образом делаем второй аутпут, только в первом поле выбираем On End Touch All и в третьем Close. Теперь, когда игрок входит в обозначенную триггером зону, дверь открывается вверх, а когда выходит из триггера, дверь закрывается. Дальше давайте добавим на карту Комнаты Возрождения для красной и синей команды. Для того, чтобы обозначить зону, в которой игроки могут спокойно возрождаться и менять класс, используется браш-энтити Funk Respawn Room. Никаких особых параметров у неё нет, только имя и цвет команды. Ещё одной очень важной частью респавна является ящик с боеприпасами. Сам ящик представляет из себя проб Динамик со следующей моделью, а зона его срабатывания определяется триггером Funk Regenerate. Ящику обязательно нужно дать имя и затем указать его в этом параметре триггера. Также, как вы знаете, в игре двери одной команды не пропускают через себя игроков из другой, а также для них становится виден вот такой знак. За пропуск игроков только определённой команды отвечает Entity Filter Activator TF Team. В ней указываем команду и даём имя, которое затем указываем в соответствующем параметре всех дверей респавна. Вот это ограждение, это ещё один Brush Entity, под названием Funk Respawn Room Visualizer. Его нужно сделать очень тонким и поставить впритык к двери. Далее покрываем его текстурой No Draw, а на переднюю сторону накладываем текстуру No Entry, и в этом окне нажимаем Fit. Дальше мы можем перейти к одному из заключительных этапов создания карты, к добавлению игровой логики, то есть игрового режима. В TF2 существует довольно большое количество игровых режимов, и в подробностях рассказывать о том, как добавить их всех на вашу карту, было бы очень долго и муторно. Но на помощь нам приходит уже много раз упомянутый ресурс пак, я же говорил, что он будет очень полезен. Вместе с библиотеками пропов в него также входит одна большая библиотека игровых режимов TF2, из которой мы точно также можем взять и скопировать все нужные составляющие того или иного режима. Например, я хочу, чтобы моя карта была режима Царь Горы, значит мне нужно просто выделить все браши, пропы и энтити, которые есть в библиотеке, и скопировать их на карту. Теперь на нашей карте есть полноценная комната респавна и рабочая точка захвата. В целом на этом этапе можно считать карту законченной, но все же лучше всегда уделить немного времени на ее оптимизацию, даже вот такой маленькой и простенькой. В камере существует очень много способов оптимизировать карту, но в этом видео я расскажу только о двух основных. Если вы хотите углубиться в это дело, то в описании я оставлю ссылки на полезные видео и плейлисты от очень талантливых мапперов. Самое простое, что вы можете сделать, это покрыть все внешние стороны браша, которые мы не сможем увидеть на карте, текстуры NoDraw. Эта текстура никак не прорисовывается в игре, а поэтому благодаря ней компьютер не будет тратить лишних мощностей на прорисовку лишних сторон браша. Также, если на вашей карте есть много декоративных элементов, состоящих из брашей, то всех их лучше сгруппировать и превратить в браш-энтити фанк-детейл. Дело в том, что все браши делят карту на специальные нам порталы, и если вкратце, чем их меньше, тем лучше для оптимизации. Такие разделения должны создаваться только теми брашами, которые могут скрыть за собой различные объекты, то есть все стены, потолки и прочее. Почти все остальные браши лучше преобразовать в фанк-детейл для лучшей оптимизации. И на этом этапе нашу карту можно считать готовой. Не забудьте еще раз ее скомпилировать и проверить на наличие технических проблем. Разумеется, я еще не рассказал о многих инструментах и фишках, но как мне кажется, я успел объяснить все самые важные основы работы в Хаммере. Если вам действительно понравился этот туториал и вы хотите больше подобных видео, то подписывайтесь и оставляйте комментарии. Ну а я желаю вам удачи во всех начинаниях и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok